Привет! В ходе этого урока мы с вами продолжим тему предыдущего урока и изучим различные математические действия, что можно выполнять в языке PHP. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Сперва давайте создадим две перемены. Пускай у нас будет переменная x, у нее значение будет 10, а также пускай будет переменная y и у нее значение будет 20. Теперь над этими переменами мы можем производить различные математические действия. Для начала давайте выполним сложение. Для этого мы прописываем обращение к одной переменной, дальше знак плюса и обращение ко второй переменной. Также в конце я предлагаю еще здесь прописать ber, то есть перевод на новую строку. В таком случае мы получаем число 30, что вполне оправдано. Помимо сложения мы можем также еще производить вычитание, умножение, деление, а также получение остатка при делении. Если это все сохранить и обновить, то вот мы получаем все вот эти вот значения. Все абсолютно корректно обрабатывается. Дополнительно мы можем производить какие-либо быстрые манипуляции над одной и той же самой переменной. Вот допустим, я хочу к переменной x, к этой же переменной я хочу добавить, допустим, число 10. Ну и давайте это тут еще будем выводить, да, вот эту вот перемену. Также, кстати, мы давайте еще здесь пропишем ber и здесь тоже лучше пропишем ber. Так вот, если я такое сохраню, то вот последний вывод это у нас 20. Это как раз то число, которое и должно было бы здесь получиться, да, то есть мы к числу 10 добавили еще 10, ну и получилось 20. Так вот, можно, конечно же, добавление к определенной переменной прописать вот в таком формате, но можно прописать более сокращенный формат, он записывается следующим образом. То есть мы прописываем плюс равно и дальше указываем, какое число мы добавляем к самой вот этой вот переменной. То есть это будет аналогично той записи, которая вот здесь у нас была прописана. Давайте я даже здесь допишу, чтобы вы ее просто помнили. Ну и если это обновить, то, конечно, ничего не поменялось, здесь также выводится 20. Помимо этого, вы можете производить такие же быстрые манипуляции и над другими переменами. То есть, например, вот здесь я создам еще переменную y и, соответственно, я давайте уже тут буду производить не сложение, а вычитание. В таком случае я здесь указываю значок минус. Также можно производить умножение, деление или же получение остатка при делении. Все эти операции, они будут производиться над той же самой переменной, которая вот здесь у нас вначале была и прописана. Ну и если это сейчас обновить, то так, да, только я забыл это все выводить. Давайте мы еще тоже переменную y вот здесь внизу будем выводить. Если это сейчас вывести, то вводится число 10, потому что изначально было 20 и от этого числа мы отняли как бы еще 10. Вывелось как раз тоже 10. Кроме того, если мы вдруг хотим к какой-либо переменной добавить единицу, или же наоборот, если мы к какой-либо переменной хотим отнять единицу, то в таком случае можно это все прописать вот в таком формате. Но существует еще более сокращенный вариант записи. Мы просто можем прописать x++, таким образом мы как бы к этой переменной добавляем единицу. Или же мы можем прописать x минус минус, и в таком случае это инкремент, то есть мы уменьшаем значение переменной на единицу. То есть есть еще вот такие более сокращенные форматы. Помимо стандартных математических операций, которые вот здесь мы с вами прописали, помимо них существуют и более сложные математические операции, которые встроены в самом языке PHP. Например, если вдруг я хочу получить число π, то в таком случае я могу обратиться ко встроенной константе, которая есть в языке PHP. То есть мы можем создавать свои константы, но также есть уже предустановленные константы. И чтобы обратиться к константе числа π, я просто должен обратиться к m, нижнее подчеркивание, π. Также давайте здесь добавим еще b, и дополнительно, возможно, я бы хотел еще помимо числа π вывести число i. Ну и для этого я обращаюсь к такой константе, которая называется как m, нижнее подчеркивание, i. Если все это обновить, то вот эти числа, они здесь как раз у нас и были выведены. Но это опять-таки достаточно просто. Помимо того, что мы можем обращаться ко встроенным константам, мы можем еще обращаться ко встроенным функциям, ко встроенным математическим функциям. И вот допустим, мы давайте для начала обратимся к такой функции, которая называется как abs. abs это функция, которая позволяет нам найти некое число по модулю. Что это означает? Если число позитивное, то это число и будет возвращено. Если число негативное, то будет возвращено его позитивное число. Например, минус 22 должно быть возвращено число просто 22. Также вы еще можете заметить, что вот здесь у меня выдаются подобные подсказки. Вам эти подсказки переписывать не нужно. Это просто сам текстовый редактор их добавляет. Я давайте, возможно, их даже отключу, чтобы они вам в будущем просто не мешали. Ну и давайте тоже выведем abs, эту функцию. И в таком случае мы получаем число 22. То есть мы получили число по модулю. Дополнительно давайте попробуем и другие какие-либо функции. Также мы, например, можем рассмотреть такую функцию, которая называется как tail. Эта функция округляет число к большему. Например, если здесь будет указано 3.1, то в таком случае у нас это все будет округлено к большему и будет выведено число 4. Также существует еще такая функция, как floor. И эта функция, наоборот, всегда округляет к меньшему. То есть, например, в нашем случае было записано 3.9 и она округлила к меньшему, то есть к 3. Ну и есть нейтральная функция, она называется round. Она всегда округляет, как бы, более логично. Если это число ближе к высшему числу, например, к 4, то оно округлит к 4. Если же здесь будет написано 3.1, то оно округлит к нижему, к более низкому, то есть к числу 3. Ну и допустим, я здесь напишу 3.55 и в таком случае мы округлили это все к числу 4. Что еще интересно, так это то, что вы можете вот здесь прописать какое-то число, у которого будет много еще чисел после точки. И вы можете указать здесь через запятую, сколько чисел после точки вы хотите вывести. Допустим, хочу вывести два числа после точки, соответственно, такое я здесь и указываю. И вот у нас вводится 3.56. Как видите, последнее крайнее это число, оно еще тоже у нас округляется. Здесь же еще существуют такие функции, как синус, также косинус, также существует здесь тангенс функция. Но, честно говоря, с этими функциями мне не приходилось работать, так как не было таких проектов, где нужно было использовать косинус, синус или что-то в этом духе. Но, если что, они тут тоже существуют и вы их также можете использовать. Из тех функций, с которыми мне приходилось работать, это функция, которая называется mtrent. За счет этой функции вы можете вывести, ну или просто получить некое случайное число в определенном диапазоне. Например, я хочу получить число в диапазоне от 1 до 20 включительно. Ну и, соответственно, я такие числа здесь и прописал. Если я такое обновлю, то видите, вот сейчас 4 у нас вывелось. Еще раз обновляю, уже 6. Еще раз обновляю, 7. Ну и так каждый раз у нас будет какое-то случайное число выводиться в диапазоне, который я здесь и прописал. Кстати, еще такой момент, вы все эти значения можете не сразу выводить на экран, вы эти все значения можете еще помещать изначально в переменные, если это вам нужно. А дальше уже эти переменные вы можете выводить на экран. Или изначально еще можете с ними проделать какие-либо манипуляции, ну а уже потом вы можете эти переменные выводить на экран. Вот, например, в таком вот формате. Ну и тут опять-таки случайное число будет выводиться, но уже это число каждый раз еще на единицу будет добавляться. Ну и, кроме того, тут еще можно было бы рассмотреть такую функцию, как min. Эта функция, она позволяет нам найти минимальное число из данных чисел. То есть, например, вот я тут указываю кучу чисел через запятую, и будет найдено, давайте только где-нибудь вот здесь, допустим, 1 поставлю, да, и будет найдено некое минимальное число. Только я, кстати, забыл тут повсюду прописать br. Давайте это мы, пожалуй, все-таки допишем, да. И в нашем случае найдено как раз число 1, которое является минимальным среди вот этих вот всех чисел. Также существует функция max, она находит противоположное, то есть находит максимальный элемент среди всех, которые были вот тут указаны. В общем-то, это все-таки основные функции, с которыми мне приходилось работать. Конечно же, здесь намного больше различных математических функций, но предлагаю их сейчас не изучать, потому что все их изначально не запомнить, да и, наверное, даже не нужно их изначально запоминать, так как нужные функции вы спокойно сможете уже подучить в момент, когда они вам понадобятся. Я рассмотрел только основные функции, которые действительно часто применял, особенно вот, например, часто применяю mtrent для нахождения случайного числа, ну и, в принципе, просто рассмотрели различные математические действия, что также можно выполнять в языке PHP. Ну что же, на этом у меня все, так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, а также переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok